В правительстве Крыма вновь обсудили пути решения проблем по водному кризису. Прошедшая неделя отличилась немалым количеством жалоб от жителей республики. Всего властям поступило почти две с половиной тысячи обращений. При этом сложности всё те же – плохое качество воды, срывы графиков и внештатные ситуации. Так, в ночь на 21 декабря из-за аварии без воды остался детский сад номер 95 в Симферополе. В администрации крымской столицы уверяют, что с подобными неполадками на сетях оперативно справляются аварийные бригады. В новогодние праздники в Ялте введут новый график, а в Евпатории совсем скоро возобновят подачу горячей воды. «При этом, опять же, если притоков достаточно будет и будет появляться возможность без рисков возобновить ситуацию, возобновить график, возобновляем. В Евпатории до конца года мы обещали горячую воду возобновить. Горячее водоснабжение, коллеги, возвращаем. То есть, 131 декабря, соответственно, Евпатория должна быть с горячей водой. Коллеги, здесь решения нами все приняты». В последнее время погодные условия помогают справиться с засухой в Ялте. Водохранилища города за сутки получают более 30 тысяч кубометров природного источника. Притоки связаны с туманами и дождливостью на южном берегу Крыма. В свою очередь, с 18 декабря Симферополь перестал получать воду из тайганского водохранилища. Причиной снова стала погода. Отрицательная температура воздуха может спровоцировать прорыв трубопровода, который соединяет тайганский резервуар с Симферопольским. Также в ходе совещания сообщили, что в Крым прибыла новейшая машина телескопической инспекции, которая поможет выявлять незаконные врезки в водопроводы. В Российской Федерации таких телескопов нет. Мы первые заказали в этой комплектации. Значит, будет желание, покажу, покатаемся вместе, потому что это самое последнее слово техники. С помощью этой машины поиск, первое, всех несанкционированных врезок, без исключения, тут уже не спрячешься. Второе, это состояние наших сетей, потому что там есть хорошая телеметрия, то есть мы будем заходить в трубу и видеть, где он, на что. Уже на этой неделе в республику приедут профессионалы, которые будут обучать крымских специалистов работать с новым аппаратом. На сегодняшний день большое количество воды города Крыма получают из подземных источников. Ранее сообщалось, что под Ялтой есть значимые запасы подземных вод. После проведения экспертизы информация не подтвердилась. С коллегами из федерального центра в пятницу поставили точку в плане обсуждений того, что там якобы есть подземные запасы воды, там какие-то астрономические в районе Ялты. Нет ничего, никаких запасов, там максимум 3-4 тысячи кубометров. Это уже, по крайней мере, коллеги согласились с этим, что этой воды нет, но и решение принято и одобрили в том числе, что да, необходимо там в Ялте что-то опреснение оставить для гарантированного водоснабжения, то есть других источников там нет. Глава Крыма также сообщил, что в республике официально началась подготовка к строительству первой опреснительной установки для морской воды. По планам, опреснитель появится в селе Фрунзе Сакского района. На строительство установок выделили 8 миллиардов рублей. Стоит отметить, что полную водную автономию республика должна получить к 2024 году.